И всем привет ребят, с вами Старбанки, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня это вторая часть видосов про топы нашей игры. Если в первый раз, буквально пару дней назад, мы записывали видос, в котором я для себя распределил топ 5 лучших дронов, то сегодня мы поговорим про топ 5 лучших корпусов в нашей игре. Я очень сильно надеюсь на вашу поддержку данной, можно сказать, даже рубрики, либо тематики. Если она вам реально интересна, то поддержите ее лайком, также в комментариях напишите, что вам интересна она и какой топ вы хотели бы увидеть следующим. Ну и также не забывайте про наш дискорд сервер, в котором все оповещалки о стримах и выходах в видосах приходят. В последнее время ютуба оповещалки и именно колокольчик приходят совсем нестабильно, поэтому если вы вдруг на нашем дискорд сервере еще не сидите, не присутствуете, то обязательно ссылочку на него в описании имеется. Ну а сегодня мы поговорим про топ 5 корпусов и я на 5 место долго очень сильно думал, какой же корпус поставить и для себя решил, что я не буду обделять какие-то корпуса из моего мнения. Ну все равно хороших корпусов игры, да, и я поставил сразу 3, сразу 3 просто, ну то есть один из них точно где-то находится на 6, да, один из них находится точно где-то на 7 и один на 5, но, но, но для меня лично, для меня лично, они, все 3 корпуса могут быть примерно одинаково реализованы по очкам и по эффективности. Поэтому я не стал их как-то разделять и просто скажу, что для меня лично корпус Crusader, корпус Hunter и корпус Mammon, то есть два средних корпуса и тяжелый корпус, все они плюс-минус находятся в равном для меня лично балансе и в равном моменте для набора очков в нашей игре, да, то есть они и реализуются не везде, да, то есть где-то их можно хорошо реализовать, где-то они будут неэффективны, будут не работать с определенными пушками, у них будет больше шансов на их реализацию, с другими пушками будет меньше шансов на реализацию, где-то overdrive будет суперэффективен, где-то он будет менее эффективен. Поэтому все эти три корпуса полноценно стоят у нас на пятой строчке. Четвертое место я отдал бы корпусу Viking, тот самый жесткий overdrive, который можно очень качественно и грамотно реализовать, но который работает, к сожалению, не везде и не со всеми вооружениями. Корпус, который актуален, актуален на практически постоянной основе на определенных вооружениях, да, и с такими пушками, как Smokey, Grom, даже Рельса, Гаусс, может быть очень и очень эффективным. Ну и, конечно же, молот, 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 рикошет. Эти пушки с Viking показывают очень и очень хороший результат. Но почему же четвертое место? Я акцентирую внимание на том, что я лично использую, да, в последнее время на своей основе, да, и этот топ составлен именно из моих личных ощущений, да, того, как я часто использую этот корпус и как часто я считаю, что он эффективен, будет больше, чем любой другой корпус в нашей игре. Поэтому четвертая позиция достается именно этому корпусу. Третья позиция и третье, уже можно сказать, бронзовое место я отдал бы корпусу Dictator, да, очень неожиданно, наверное, потому что Dictator, по моему мнению, находится в супер-мете, прям в безумно жесткой мете, и это лучший корпус саппорта, лучший корпус дополнительных очков, критов, тиммейтам, себе, и корпус реальной формилки. Но все равно большое количество вооружений не реализуется супер-эффективно с этим корпусом, хотя также и есть хорошая доля вооружений, которые работают идеально, просто идеально с Dictator. Ну и ни для кого не секрет, для меня лично Dictator это лучший корпус для того же Striker. Да, то есть вы знаете, что у меня есть вообще безданат аккаунт, который посвящен был изначально Dictator Striker, и эта вещь супер-крута, супер-эмбова и супер-актуальна. Второе место. Вы думаете, что не достанется этому корпусу, и я скажу, что он просто лучший, из лучших в нашей игре, но нет. Вот этот как раз-таки корпус вы видите на своих экранах, и это корпус Aris. Я не поставил его на первое место, потому что все равно есть определенные режимы и бои, где этот корпус не будет супер-эффективен и не будет актуален. Плюс у нас относительно недавно произошел скрытый нерв этого корпуса и его овердрайва в целом. Теперь количество урона под овердрайвом наносится намного-намного меньше. Ну не намного-намного, но меньше-меньше-меньше. И его эффективность снизилась, но все равно это тот корпус, который я очень сильно обожаю, и для меня он является, наверное, по моим личным ощущениям лучшим корпусом. Потому что я, наверное, на нем провожу супер-большое количество времени. То есть если учитывать тот факт, сколько вообще катаю, грубо говоря, 3 часа в день. Из них, я думаю, что 2 смело, это будет именно Aris. Может быть даже больше, потому что это тот корпус, который мне лично очень сильно импонирует. И сама его идея, реализация, сам его овердрайв и то, как его можно использовать, мне очень сильно нравится. Очень сильно нравится, и поэтому я для себя понимаю, что этот корпус мог бы быть лучшим, если бы у нас не было корпуса паладин. Именно паладин, на мой взгляд, является лучшим корпусом на протяжении уже долгого периода времени. Как бы его не нерфили, да, как бы не понижали ему количество времени работы овердрайва, все равно на сегодняшний день его овердрайв супер-эмбовый. И если, например, на таких корпусах, как Aris, даже на том же Диктаторе, Мамонте, Хантере, Крусейдере, Викинге, на всех этих корпусах нужно очень грамотно и четко понимать, где вы должны прожать овердрайв, чтобы заработать с него как можно больше очков. То овердрайв паладина, это тот самый овердрайв, который можно реализовать даже челу с приваренной башней, и его реализация будет ничем не хуже, да, и не будет супер сильно отличаться от реализации самого сильного игрока на этом корпусе. Почему же? Потому что он дает возможность хила себя, хила тиммейтов в округе, защиты от всех статус-эффектов. Ну и, конечно же, пробития, да, то есть сейчас подавления нету, но пробития до сих пор есть. И все эти возможности очень и очень сильно эффективны. Для меня лично до сих пор непонятно, почему этот корпус имеет столь долгий овердрайв до сих пор, да, до сих пор. До сих пор я повторю, потому что я считаю, что этот корпус не должен иметь столь долгий овердрайв. Но кто-то считает иначе, да, и паладин можно реализовать везде, абсолютно везде, в любом режиме, в любой карте, наверное, даже с любой пушкой. Да, то есть я вот честно не знаю, с какой пушкой этот корпус может быть неэффективен. Ну, за исключением, наверное, какого-нибудь там магнума, хотя я думаю, что и с магнумом даже можно на нем играть, да. И все это будет эффективно работать, четко работать и главное просто работать, да. То есть любой игрок может взять этот корпус и начать его реализовывать. Единственный момент, это чуть более аккуратно надо быть на прыжках, да. То есть со всяких там ярусов прыгать, со всяких там холмиков спрыгивать вниз, да. Потому что можно перевернуться. Это вот единственный минус, который может быть на сегодняшний день. Хотя даже раньше, даже и этого минуса у этого корпуса не было. Поэтому я лично для себя расставил такой вот топ. Пишите, что вы думаете. Согласны ли вы с моей точки зрения, либо же у вас есть свое какое-то определенное видение по этим корпусам. Хотелось бы услышать вашу точку зрения и хотелось бы, возможно, даже, чтобы вы расписали, да, какой, по вашему мнению, корпус на какой строчке находится. Возможно, это из чисто ваших соображений, из того, на каких корпусах вам больше всего нравится играть, какие вы используете в нашей игре. Ну, либо же у вас есть какой-то свой определенный топ, который вы можете предоставить в комментариях под этот видеоролик. Обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывать про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемоличный тег, это тегтимпэ. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Прямо сейчас проходит этот розыгрыш в описании. Вся информация по нему имеется. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok